Привет всем, меня зовут Карецкий Сергей и это The Fakty. Сегодня у людей намного больше прав, чем было пару десятков лет назад. И уже не общество, а женщина решает, в каком возрасте ей становиться мамой, будет создан союз из мужчины и женщины или однополый, и сколько детей сможет оселить семейный бюджет. Но семьи в этом видео пошли еще дальше и заслуженно получили звание действительно самых необычных и странных в мире. Погнали! Мия Вашингтон родила близнецов от разных отцов. Мама близнецов Мия Вашингтон и ее гражданский муж Джеймс Харрисон заметили, что у их 11-месячных сыновей-близнецов разные черты лица. Встревоженные родители решили провести анализ ДНК. Полученные результаты были ошеломляющими. Анализ показал, что с вероятностью 99% у близнецов разные отцы и с нулевой вероятностью отец общий. Шанс рождения близнецов от разных биологических отцов один на миллион. И именно он выпал Мии, которая умудрилась практически одновременно забеременеть от мужа и любовника. Харрисон заявил, что простил жене измену и будет растить обоих братьев как собственных детей. Эмбер и Трент Джонсон из Бранссевилля, Джорджия. Со своими пятью детьми является крупнейшей семьей карликов с ахандроплазией конечностей. Двое из детей, Элизабета и Джон, являются родными детьми Эмбер и Трента. А еще трое, Анна, Эмма и Алекс, усыновленные карлики из России, Китая и Южной Кореи. Сами себя они, шутя, называют настоящие семь гномов. Они принимают свой недостаток как данность и что единственное, учат детей правильно жить в мире, не приспособленном для их маленького роста. Выключатели, стулья и другие вещи в их доме остаются такими же, какими были. Подрост среднего нормального человека. При этом они не сидят на одно пособие по инвалидности, а стараются работать и самим обеспечить себя и своих детей. Эмбер преподает в ассоциации девочек-скаутов, а Трент занимается переделкой автомобилей под нужды людей маленького роста. Многие люди смотрят на них как на инопланетян, но Джонсоны стараются этого не замечать, хотя многие их даже фотографируют как зверей в зоопарке. Для их детей все немного сложнее. Они учатся в обычной школе и время от времени получают в свой адрес совсем нелестные издевки и прозвища, но они учат их адекватно на это реагировать. После второго развода британец Дин Билан окончательно разочаровался в женщинах и решил круто изменить свою семейную жизнь. Более оригинальной семьи Британия, пожалуй, еще не видела. Не каждая дочь будет в восторге от жизни с отцом, который наполнил дом куклами в рост человека, покупает им модную одежду и накладывает макияж. Но Рианон Билан утверждает, что она чувствует тепло в душе, глядя на то, как счастливее ее отец. После второго развода Дин Билан купил 12 кукол и теперь он отмечает их дни рождения, одевает их в модную одежду и делит с одной из них постель. Самая большая семья в Британии скоро станет еще больше. 44-летняя Сью Редфорд разместила в Ютубе видео, на котором она проходит ультразвуковое сканирование и вместе с мужем объявляет, что у них родится новый маленький Редфорд. В семье Редфордов уже 21 ребенок, 11 девочек и 10 мальчиков. Первенец по имени Крис родился в мае 1989 года, когда самой маме было всего 14 лет. А 21 ребенок, девочка Бонни Рай, появилась на свет в прошлом году. Редфорды с 19 детьми живут в старинном викторианском доме с 10 спальнями, который они купили 11 лет назад в графстве Лангшир на северо-западе Англии. Финансово семья в основном полагается на доходы от пекарни Нойля, которой он владеет. Двое старших, 30-летний Крис и 25-летняя Софи, у которых уже трое своих детей, живут отдельно. Этот мужчина является одновременно мужем всех этих трех девушек. Он является мужем двойняшек Вики и Валерии, а также их кузины Алины. Они мормоны, фундаменталисты и с точки зрения их религии полигамные браки допускаются. Вика и Алина состоят в браке с Джо в течение 22 лет, а Валерия присоединилась к семье в качестве третьей жены в 2000 году. Джо успешно занимается строительным бизнесом. Супруги написали книгу в соавторстве «Любовь умноженная на три». Они добропорядочная семья и у них 24 ребенка. Хотя полигамия законодательно запрещена во всех штатах, судебное преследование многоженцев довольно редки. Ну а эта семья переплюнула всех. Это действительно уникальный случай. Видеоматериала я не нашел, так что только фото. Эта необычная семья проживает в небольшом американском городе Квинк-Рик, штат Аризона. Семейство Харат смело можно назвать уникальным, потому что все ее члены – люди, сменившие пол. К такому решению они пришли не сразу, и поначалу их семья ничем не отличалась от самой обычной семьи. У супругов Харат было двое детей – сын Джошуа и дочь Мейсон. Сами муж и жена часто ссорились и в один прекрасный день решили расстаться. Дети остались с матерью, на плечи которой легли все заботы по их воспитанию. Как-то вернувшись из школы, Джошуа заявил матери, что не намерен больше быть мальчиком. Он объяснил ей, что всегда чувствовал себя девочкой и собирается сменить пол. Мальчик отрастил себе длинные волосы и начал принимать женские гормоны. Мать долго пыталась переубедить сына, но у нее ничего не выходило, и тогда она смирилась с его решением. Следом за Джошуа о недовольстве своей половой принадлежностью заявила и дочь Мейсон. Девочка решила стать мальчиком и ни на какие уговоры матери не реагировала. И когда мать смирилась с выбором детей, она честно себе призналась, что тоже никогда не ощущала себя женщиной. Смелости рассказать об этом ей никогда не хватало, и поэтому она просто всю жизнь плыла по течению. Выбор детей вдохновил женщину, и она поделилась с ними своим желанием стать мужчиной и попросила называть ее именем Даниэль. Мама и двое ее детей стали посетителями специализированного центра, в котором транссексуалам оказывалась психологическая помощь. Именно там Даниэль встретил Ширли, которая раньше была женщиной. Между ними быстро возникли взаимные чувства, и они приняли решение жить вместе. Дети нормально отнеслись к выбору матери и приняли Ширли в свою семью. Сейчас все члены этой необычной семьи очень счастливы. Дети продолжают посещать школу, а психологи помогают им преодолеть трудные моменты гендерного перехода. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Будет интересно узнать. И напоследок очень редкий и забавный случай. В 19 веке среди холмов Кентукки на востоке США жило необычное семейство по фамилии Фугат. Соседи дали им прозвище «синие фугаты», и его следует понимать буквально. Их кожа действительно имела заметный синий оттенок. В 20 веке врачам удалось объяснить почему. В крови фугатов содержалась неправильная форма гемоглобина. В норме у людей в крови содержится не больше 2% клеток метгемоглобина. Если их более 10%, можно говорить о метгемоглобинемии – генетическом заболевании, которое передается по рецессивному типу наследования. То есть человек может унаследовать болезнь, только если и отец, и мать являются носителями. В случае с фугатами именно так и произошло. Основатели «синего семейства» Мартин Фугат и его жена Элизабет Смит были носителями гена, вызывающего метгемоглобинемию, и часть их детей она передалась. По соседству жил еще один такой же род, с представителями которого фугаты часто вступали в брак. Вследствие этого среди их потомков болезнь продолжала проявляться. На этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу услышанного и увиденного. Будет интересно почитать. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!